здравствуйте дорогие друзья это видео снимается для сайта авито для того чтобы представить нашу продукцию многие из вас уже и так знакомы с нашим хозяйством но мы хотим сделать коротенький обзор на то что сейчас мы представляем а предложение у нас будет мясо бройлерной индейки мясо гуся цесарка бройлер ну и яйца несушек чтобы вы не думали это не они за загородкой это мы с вами за загородкой потому что здесь находится мой огород не очень сильно ухоженный но не на как всегда на что-то не хватает времени у нашей птички есть выгул и под крышей где они могут гулять в любое время года но и выгул на лужайке с большим количеством зеленой травы а еще они очень качественно объедает кусты смородины вот гнезда наших курочек но без подсветки мы с вами их не увидим видите практически все гнезда заняты да не все а все кроме одного но здесь уже у нас есть пару яичек поэтому мы их с вами сейчас заберем их мы продаем как пищевое но в инкубационный период мы разделяем семьи и продаем инкубационное яйцо породы у нас есть кучинская карликовый лигорн и амирукана вот еда для наших кур это зерносмесь пшеница и овес в данном случае не перемолотые зачастую им дается и кукурузы и горох и семечко всю свою птицу мы либо выводим сами в инкубаторе либо мне помогают мои несушки наседушки а вот результаты работы наших наседушек здесь остались практически одни петушки курочек мы уже отдали в другое хозяйство видеть какой кучинский петушок молодой стоит серьезный и второй тоже дамы золотой и вот еще одна группа это два возраста 2 2 возрастные группы цыплятчик с разницы где-то дней семь недельку курицу от них забрала только вчера мамочки у них здесь нет потому что объединила две группы чтобы большая курица их не обижала им здесь очень тепло и вместе они друг друга греют и без проблем растут смотрите куда дошли куры на выгуле а как вы думаете прям до края участка вот такие у нас гулены иду собирать огурцы ровно один день этого не делала и как вы думаете почему у меня два ведра и кара пища для наших курочек индюков и прочей птички а это для нас если огурчик крупный перерос или по какой-то причине мне не нравится он кривенький я его отдаю курам и им полезно и нам химией я при выращивании огурцов не пользуюсь поэтому снова же весь помет куриный он тоже идет во благо нашим огородным культурам наша бролерная цесарочка часть ее потому что часть убежала в домик и спряталась очень пугливая птица очень крикливая это же птичка который мы выращиваем на мясо также в нашем хозяйстве есть и галашейки эта птица относится к цветному бройлеру но говорят что у них очень хорошая ценоскость мы попробуем сначала сами мясо этой птицы а впоследствии если нам все понравится возможно будем выращивать ее и на продажу цветной бройлер red bro тоже мы выращиваем посмотрим как эта птица у нас приживется в хозяйстве вот такие вот уже петушки и курочки моя дорогая индейка эта партия индючков которые у нас сидит в отдельном загоне и она кушает траву у нее обязательно есть травка видите в корзинке у них есть в доступе и комбикорм и трава кто-то опять покушается на мои тыквы тыквы же все растут прямо для вас они уже ломают у них все листья посмотрите не дают мне вырастить нормально кабачков и тыкв для них же для этой птицы хулиганы вы зачем сюда ходите листочки ломать а вы посмотрите все вы топтали все что мы выращиваем на своем огороде идет в пищу для нашей птицы в нашем хозяйстве также есть утки маларды выголу так как вы видите безграничный ходят они тут и кушают травку целыми днями но конечно же птицы имеет доступ и к зерну зерна смеси у них по моему размок наши используют и у них есть специальный комбикорм для них смотрите какую тропинку вытоптали наши гуси и утки но просто бродвей а сейчас я вам их покажу поближе для зрителей которые не первый раз сталкиваются с нашим хозяйством в общем-то это не новая информация что мы очень ответственно подходим к выбору корма для своей птицы и по этой причине останавливаться на этом не буду просто оговорюсь о том что мы не используем лекарственные препараты в выращивании домашней птицы количество продукции у нас безусловно ограничено ограничивается это не только площадями и возможностями но также и тем что мы занимаемся птицей вдвоем без привлечения иных работников и других сил по этой причине мы и потрошение и забой все это совершаем самостоятельно и от начала от яйца до уже забойной птицы птицу содержим самостоятельно но это и помогает нам и дает нам возможность со стопроцентной уверенностью сказать что кушала эта птица и как она себя вела как она росла и что использовал для ее выращивания у нас пока небольшое поголовье бройлеров и мы выращиваем примерно 200 голов в месяц поэтому снова же продукция ограничена бройлерного цыпленка мы выводим сами мы нигде его не покупаем дабы избежать ненужных нам по нашему мнению пропоек и всевозможных прививок мы за здоровье своей птицы боремся другим способом это в первую очередь чистота птичники и чистота содержания в клетках поилок и кормушек и всего остального вот следующий момент мы птицу кормим кормами без лекарственных препаратов что позволяет нам четко понимать что в этой птице даже остаточных эффектов от лекарств не остается для выращивания своего бройлера мы используем корма южная корона который не содержит лекарственных препаратов в своем составе мы выращиваем птицу эту круглогодично поэтому если вас интересует чистое мясо комфортное для потребления пожалуйста обращайтесь к нам а вот святая святых место рождения всей нашей птички вон уже начался вывод очередной мы продаем инкубационное яйцо бройлера но не только бройлер а в сезон эта птица бывает очень разная и индейки бройлерный и цесарки и утки в частности мулард тот же самый который я вам показывала мы знаем происхождение своей птицы от начала и до конца как раз это и дает нам право говорить о ее чистоте на этом я хочу с вами попрощаться и пожелать вам всего наилучшего если у вас есть интерес какой-либо из продукции нашего хозяйства пожалуйста звоните мы с вами все обсудим ну-ка на еще что так вкусно больше клубники больше клубники тебе нравится обалдеть